Такая песенка наблюдения за тем, что происходило. Когда работал в Уренгое, это был 1984-1987 годы, там не было еще железнодорожного транспорта, прямого сообщения с большой землей, не было автомобильной дороги, был только аэропорт, маленький, деревянный двухэтажный барак. Ну и если начиналась метель, пурга, там можно было застрять надолго. И однажды мы застряли почти на 4 дня точно, я уж не помню, был там 6-7 день, но да, на 5 день я решил, что раз я не могу улететь в Москву, я улечу в какой-нибудь другой город. Я улетел в Донецк, а оттуда в Кишинев я уже не мог вылететь, потому что мне надо было в Кишинев. Я какими-то окольными путями пробирался, впрочем, нет, у меня было два варианта. Один раз я улетал, действительно, самолетом Ан-24Б, это отдельная смешная история, билетов не было. И каким-то чудом, ну это там, эти подробности лишние, мне удалось ухватить почти последний билет. Там было 4 или 3 билета оставшихся. И вот, извините за подробность, захожу я в туалет, захожу в кабинку, и следом за мной заходят два мужика, я их только слышу. Вот они, значит, останавливаются там, расстегиваются, и вдруг один другому говорит, ну а ты вообще летал при боковом ветре? А надо сказать, что в тот день был сильнейший просто ветер, деревья гнуло в дугу, ветер был мощнейший. Был апрель, уже зелень вовсю. И второй так же беспечно говорит, неа, ну только на тренажерах. И тут я понимаю, что это летчики. Думаю, е-мое. Второй говорит, ну что рискнем? Он говорит, ну давай, а что? На тренажерах же получалось. Они поржали, застегнулись и вышли. Я забыл вообще, зачем я зашел в туалет. Стою в этой кабинке, и мне жутковато просто. Думаю, да, ну хорошо, что это не наш рейс. И только я выхожу оттуда, значит, из этого заведения, как по связи объявляют. Объявляется посадка рейса Донецк-Кишинев, самолет Ан-24Б. И я понимаю, что это все, я прилетел в последний мой, так сказать, рейс. Жалко, что нельзя позвонить родителям, попрощаться с ними. Вот, и я думаю, может еще не поздно отказаться там в пользу каких-то людей. Но тогда они погибнут. И значит, я осмысленно их отправлю на смерть. Это ужасно, лучше я. И вот я иду в этот самолет, обреченно смотрю на этих людей, думаю, вот все люди, которых я вижу в последний раз в жизни, и они тоже. Это последнее, что я вижу. И мы заходим, у меня предпоследний ряд. А в последнем ряду еще два места. И тут врываются опоздавшие семья с ребенком. И я думаю, ну вот, еще три невинные жертвы. Какой кошмар. Но никто не знает, кроме меня. Никто не знает. Это самое жуткое, что мы сейчас просто на грани. Самолет, значит, включает двигатель. Стюардесса совершенно спокойно объявляет, что мы сейчас взлетим. Пристегните ремни. Самолет взлетает. И я чувствую, как его просто заваливают на одну сторону. И как ребята, эти, значит, летчики его старательно кладут на это крыло, чтобы, значит, не перевернуться. И я летел часа, наверное, ну нет, не часа, минут 15, пока они проходили через этот ветер и вышли над облаками, мысленно прощаясь. Молитвы никакие я не знал. Не знал, что нужно говорить. Поэтому просто... Ну, мы прилетели. Видите, я даже оказался здесь много лет спустя. Спасибо. Спасибо высшим силам. Да, так вот, возвращаясь в Новую Оренбойку. Представьте себе маленький зал, в котором... Зал ожидания, в котором накапливаются рейсы. Сначала за 5-е число, а потом за 6-е, 7-е, 8-е. Люди все приезжают и приезжают, а самолеты не вылетают. Что делают северные суровые мужики, когда они долго ждут и не знают, чем себя занять? Люди, которые собрались в отпуск с полными карманами денег. Да, все правильно. Снаряжается грузовик, который отправляется в ближайший магазин и привозит оттуда несколько ящиков водки. Параллельно, ну, скучно же, достаются карты. Где-то играет музыка, там поет у кого-то Розенбаум в магнитофоне. И вот, значит, карты, деньги, водка, все вот так вот по кругу. И когда, наконец-то, объявляют посадку, понятно, что уже половина людей никуда не летит. Потому что отпускные закончились. Можно собираться и ехать обратно, зарабатывать снова на следующий, на следующий, да, там, трехмесячный отпуск. Вот. И я вот за этим всем наблюдал, поскольку я человек не азартный, и в карты я толком так играть и не научился. Водку я пить разучился там же, в Уренгое, еще толком не научившись. Поэтому вот такая песня. А внимание, вылетающих рейсов 421, Новый Уренгое, Москва. Вылет вашего рейса задерживается до трех часов в связи с метеоусловиями аэропорта вылета. Четвертый день метет метель на Буренгое. Рейс на Москву до трех часов и все такое. В порту полным-полно людей. Какие шутки? Полгода ночь, полгода день, такие сутки. У нас с тобой все наши встречи и прощания. Давно отмечены печатью ожидания. И как ты правильно когда-то мне сказала, Вся наша жизнь проходит в аэромокзал. А нам бы тут поговорить, где снег и ветер, Чтоб хоть денек нам не мешал никто на свете. Чтоб в ступе в воду не толочь считать минутки. Полгода день, полгода ночь, такие сутки. В двух городах, таких далеких и не схожих, Две разных девочки твердят одно и то же. Мол, из-за метеоусловиями у Рингоя Рейс на Москву до трех часов и все такое. А мне плевать на ту метель с высокой крыши. Вон ветер стих, сейчас пойдем, но снова слышу. Рейс переносится, привет, уже на сутки. Полгода ночь, полгода день, какие шутки. Четвертый день метет метель над Урингоем. Четвертый день метет метель над Урингоем. Вступление было четыре раза длиннее, чем песня, извините.